В этот раз экологический десант высадился в районе поселка Дачный. Сотрудники городской администрации, активисты и представители Совета ветеранов наводили порядок вдоль улицы Сурикова. Решили провести именно на этом месте, поскольку именно это место у нас, к сожалению, характеризуется бесконечным образованием стихийных свалок. Как от частного сектора, так и от людей, проезжающих мимо. Люди даже не пытаются скрыть следы своего свинского поведения. Несанкционированная свалка образовалась на самом видном месте возле дороги. Здесь и бытовые отходы, и строительный мусор, и старая мебель, и оргтехника. В общем, работы много. От молодежи на субботники не отстают и люди старшего поколения. Для участников ветеранов трудов это очень полезно, конечно. Но не сидеть живо у окошка и считать, кто к тебе придет поможет. А мы с вами принимаем участие везде. И я считаю, что наш коллектив самый активный. Своей акцией сегодняшней мы бы хотели привлечь внимание общественности и вообще жителей Ленинск-Кузнецкого городского округа, что этот субботник не только 14 сентября, что вы можете устроить свой субботник в любой день. И 18, и 15, и 5 октября, если позволит вам эта погода. Навести порядок у себя в районе. И безусловно мы пойдем навстречу. Мы организуем бесплатный вывоз отходов всех собранных в мешки. Для того, чтобы район города, в котором вы живете, стал чище, нужно не так и много. Пригласить жителей близлежащих домов на субботник, вооружиться перчатками и рабочим инвентарем. А для того, чтобы собранный мусор был вывезен, позвонить в городскую администрацию по номерам 527-55 или 728-50. Мы с каждым шагом все ближе и ближе к началу раздельного сбора мусора. И поэтому, если есть возможность, необходимо, конечно, складывать отдельно пластиковые отходы. И при заявке указывать, что есть отдельно сложенные пластиковые отходы и их количество. Не стесняйтесь и не ленитесь выходить на субботники. Не нужно забывать, что красота и чистота в городе создается в первую очередь руками каждого из нас. Виктория Спицына, Александр Иванов, Ленинск ТВ.